Сообщалось, что пробиотики, такие как фруктаны и нулиного типа, фрукты олигосахариды, галакты олигосахариды, сахарные спирты, сложные полисахариды и некоторые неперевариваемые субстраты, ферментируются микробиотой в толстом кишечнике. Это улучшит абсорбцию минералов, способствует минерализации костей и улучшает структурные и механические свойства костей у крыс с авариоэктомией и молодых здоровых людей. Результаты улучшенного всасывания кальция и формирования костей наблюдались, когда растущих крыс кормили фрукты олигосахаридами и фруктанами. Неперевариваемые олигосахариды в настоящее время считаются наиболее перспективными пребиотиками для здоровья костей. Примеры этих соединений включают лактулозу, галактоолигосахариды, фрукты олигосахариды, олигофруктозу и инулин. Что касается последствий для здоровья костей, большинство доступных данных свидетельствуют об эффективности фрукта олигосахаридов, инулина, галактоолигосахаридов, производных лактозой и растворимой кукурузной клетчатки. Было показано, что такие соединения, как сила олигосахариды, арабиноксиланы и бета-глюканы и синбиотики обладают пребиотическим действием. Но имеется меньше данных об их способности влиять на метаболизм кальция и здоровье костей.